В России никогда не говорят о женщинах так много, как в марте. Сюжет, который вы сейчас увидите, тоже посвящен женщине. Но не настоящий, а женщине из мультиков. В сознании взрослых россиян мультфильм это то, что априори предназначено для детей. Но почему все больше родителей испытывают сомнения по поводу безопасности и пользы для своих чад иностранной мультпродукции? Откуда это гнетущее чувство тревоги, когда мы видим наших детей, которые смотрят иностранные мультики? Откуда подозрение, что в этот момент происходит что-то неправильное и непоправимое? Мы попытаемся превратить эти сомнения в абсолютную уверенность. Большая часть продукции американского конвейера фабрики грез для детей для наших детей не безвредна. А то немного, что осталось, можно смотреть только под родительской цензурой и с родительскими комментариями. Иначе своих детей вырастите не вы. Вы можете себе представить, чтобы наши бабушки и прабабушки доверяли кому-нибудь незнакомому это важнейшее в воспитании дела. Рассказывать детям сказки. Тогда почему сегодня миллионы родителей позволяют своим детям смотреть мультфильмы, которые они смотрели сами, об авторах которых ничего не знают, и цели этих авторов тоже неизвестны? Ведь сказка это то, что формирует в детском сознании модель окружающего мира. Образы мамы и папы, друга и врага, добра и зла, всего того, на что он будет ориентироваться всю жизнь, как на духовный компас. Кстати, будет ли ваш ребенок холить вас в старости или сдаст в дом престарелых, тоже зависит от воспитания, в том числе от сказок, которые вы ему рассказывали, и от мультиков, которые вы позволили ему смотреть. Ребенок почти всю информацию воспринимает в виде образов. Из этих образов, как из кубиков, ребенок строит свою модель мира. И самым главным кубиком этой картины является образ женщины, девушки, девочки. Глядя на мультгероинь, девочки впитывают стереотипы будущего сексуального поведения. А у мальчика формируется матрица, к которой он будет бессознательно стремиться при выборе спутницы жизни, матери своих будущих детей. И речь идет не столько о внешности, но, скорее, о внутренних, душевных качествах, отражениями которых являются внешность и образ действия мультяшных героинь. Мы просмотрели километры американских мультфильмов, выписали на отдельную кассету сотни эпизодов, где действуют героини женского пола, и показали все это детскому психологу. Психолог была шокирована увиденным, а мы были шокированы ее вердиктом. Оказывается, героини большинства американских мультфильмов сконструированы таким образом, что систематический просмотр лент с их участием, детьми, ведет к угасанию функции продолжения рода. Достигается это так. Образ женщины лишается романтики и тайны путем наделения его взрослым реализмом, физиологичностью и жестокостью. Попутно девальвируются и высмеиваются традиционные для российского общества женские качества, те самые, которые прославляют наши старые добрые отечественные мультики. Целомудрие, застенчивость, бескорыстие, скромность и материнство как таковое. То, что делают иностранные, главным образом, американские мультфильмы с нашими детьми, умещается в короткую формировку. Интеллектуальное растление. Это не мои слова. Это мнение профессионального детского психолога. При подготовке этого материала мы провели опрос в московской школе номер 752, а наш обозреватель Сергей Игнатов две недели перед женским праздником находился в обществе героинь мультфильмов. Мы будем говорить о механике изменения детской психики посредством подмены образов. Средства эти так просты, так часто встречаются в иностранных мультфильмах и так очевидны, что невольно удивляешься, как это проходит мимо внимания взрослых, не встречая противодействия. Из-за нехватки эфирного времени мы не сможем противопоставлять каждому отрицательному явлению западной мультиндустрии контрпример из отечественной мультипликации. Но если вам не лень, сделайте это сами по памяти и увидите, что две культуры, породившие эти мультики, идут в разных направлениях. Пойдем от простого к сложному. Цвет. Главная героиня раскрашена в яркие ядовитые краски. Этот прием эксплуатирует свойства детской психики реагировать на все самое яркое. Таким образом, от начала до конца ролика, внимание ребенка приковано к персонажу, который ведет зрителя куда захочет, не давая возможности отвлечься и поразмышлять. Поэтому, в частности, совсем маленькие дети бросают все, когда на экране реклама, и смотрят ее как завороженные. Идем дальше. Лицо. Не надо быть гением, чтобы заметить, главные героини всех американских мультиков на одно лицо. Мало того, что это просто скучно, но ведь если представить эти черты на живой молодой женщине, то она получится страшной. Тем не менее, из-за частоты мелькания этого лица на экране, оно превращается в приобретенный эстетический стереотип. Таким образом, девочки будут стремиться выглядеть как то, чего не бывает, а мальчики, подрастая, будут безрезультатно искать то, чего на белом свете вообще не может быть. Как вы думаете, найдут ли они друг друга? Это процесс создания новой матрицы красоты, подмены красоты уродству. С другой стороны, это воплощенные в мультиках общие тенденции всего западного мира к единообразию и упрощению. Еды, питья, устремлений, мыслей, женской красоты. В российской истории подобный процесс был назван тоталитаризмом и был всемирно осужден. Почему мульт тоталитаризм должна ожидать иная судьба? Кстати, героини от Олта Диснея, от Уорнер Бразерс и других конвейеров одинаковых грез не только выглядят одинаково, но одинаково говорят одни и те же слова, одинаково действуют. Такое впечатление, что они дружно повторяют то, что видели по телевизору, точно так же, как наши дети. А ведь между тем, унифицированный образ главной положительной героини штука опасная. Судите сами. Рисуем тиражную красавицу, которую ребенок идентифицирует как добрую и хорошую, потому что его к этому приучили. Ребенок знает, что добрым и хорошим надо подражать. А потом берем и прилипляем к этому образу всякую мерзость, типа похоти, жестокости, неуважения к родителям, да мало ли еще чего. И на положительном образе героини эти паразиты незамеченными въедут в детскую душу и станут ей управлять. Мы имеем дело с величайшим изобретением технологии обработки массового сознания, универсальным подсознательным зрительным модулем без знака добра и зла. Это яркая упаковка с опасным содержимым. У меня в руках экземпляр журнала для любителей компьютерных игр. На странице 15-й есть картинка, которую сейчас вы увидите на своих экранах. Это реклама эротических компьютерных игр для детей постарше, где Вовочка, устав от сексуальных побед, хочет просто поспать, но попадая в страну эротических кошмаров. Его окружают специальные девушки с лицами мультипликационных принцесс. По-моему, это следующий этап интеллектуального расклеения малолетних, подготовленный мультиками. Хотя, может быть, я и не прав. Вы родители, вам решать. Самый простой пример тому, как в красивую упаковку вкладывают вредное содержимое, это наделение романтической героини, той самой, которой ребенок сочувствует и подражает атрибутами гнева, злобы и жестокости. Вы, например, можете представить себе Настеньку из маленького цветочка с выражением злобы или ярости на лице? Может ли она вообще скалить зубы? Просто быть агрессивной. А вот цыганка, в грубине из Нотр-Дама, вполне. И многие другие тоже. Можно ли себе представить царевную лягушку, которая дерется как мужик? А вот Жасмин в Алладине или Трольша в Шреке делают это не просто привычно, но жестоко и со вкусом. Они делают это весело и заразительно. А ведь сегодня это одни из самых популярных у детей мультиков. А мужествление женщины в американских мультфильмах для детей приводит к смешению роли полов в жизни, что при определенных условиях в будущем может вызвать и более глубокую сексуальную дезориентацию молодых людей. А теперь ты сомневаешься во мне? Мужчина ты или женщина все равно. Здесь новый для нас мир, и нам нужно многому научиться всем. Например, к отношению к женщинам. Так что молодежный стиль унисекс в определенной мере продолжение унисекса мультипликационного. И обратите внимание, как романтическая героиня теряет признаки женского пола и ведет себя не просто как мужчина, а как супермен. Апофеоз этого процесса – фантастические мультики про роботов или мумий. Там, внешне оставаясь женщиной, героиня не просто мужчина по роли, не просто супермен, но выходец из ада – демон. Герои Шрека пришли из мира, где божий дар – яичница. После этого убийство ради развлечения двух рептилий – лягушки и змеи – кажутся невинными. На самом деле это романтический атрибут сказки наоборот. Сказки, где не лягушка становится царевной, а царевна превращается в зеленую нечисть. И эта нечисть является романтической героиней антисказки. Антигероиню по ходу сюжета сопровождают антиромантические метафоры – убийство лягушечки, змейки, птички. Точно так же, как нормальных романтических героинь отечественных мультиков сопровождает пение соловья и цветение земли. А теперь от ненависти, жестокости, предательства и мордобоя плавно перейдем к сексу в мультипликации. Подчеркиваю, речь идет о мультиках для детей. Вспомните Василис, Аленушек, Царевин и других героинь традиционных отечественных мультиков. Они даже не претендуют на реалистичность. Они условны и воздушны. Их женские атрибуты внешне лишь обозначены. Их женственность выражена скорее через духовные качества. Именно так выглядит мечта в детском представлении. Их американские антиподы, напротив, реалистичны, физиологичны и обладают прекрасно развитыми формами взрослых женщин, которые умеют этими формами пользоваться. Вы, конечно, будете смеяться над этим словом, но в поведении американских мультгероинь нет целомудрия. Того, что отличает телепродукцию для детей от фильмов для взрослых. Посмотрите, проявляя симпатию противоположному полу, мульдивы не кокетничают, не стесняются, не опускают глаза долу. Это тертые женщины известного поведения, которые манерно, вульгарно и конкретно соблазняют. И лицо героини в этот момент не зеркало души, как положено, а функциональная часть тела. Вы помните, да, что манеру поведения героини дети копируют автоматически? Теперь прикосновения и поцелуи. В наших мультиках самая большая эротика – это сомкнутые руки героев. Поцелуй сокровенен. Его физическая сторона скрыта от глаз маленьких зрителей. Поцелуй лишь обозначен. В иностранных мультиках все на показ, как у взрослых. Губы открыты и похотливы. Прикасаться к женщине можно как угодно, как к обычной вещи. Вот горбун из Ноттердама держит цыганку в позе жертвенного животного. Вот Шрек волочет свою подружку, как мешок, а потом заигрывает с ней так, как с приличными женщинами не заигрывают. Но это ей нравится. В наших мультиках герои не волокут, не бьют, не хватают за что попало, потому что это не женственно, это не целомудренно. По мнению психолога, существуют мультфильмы для маленьких, где показана откровенная эротика. Вот, к примеру, популярный антропоцентричный мультик, где животные играют людей, Том и Джерри. Поведение кошечки – это энциклопедия поведения вульгарной уличной женщины. Откровенные эротические позы. Вот это, например, попка кверху, ножка приподнята. Или это – одна из самых взрослых поз – голова мужчины на коленях у женщины. Эта поза предполагает сексуальные отношения взрослых. Отдельно отметим поведение кота, потому что он демонстрирует мальчикам-зрителям, как себя нужно вести с женщиной. Он демонстрирует запредельное хамство, а кошечка – как это хамство нужно принимать благосклонно. Данный стереотип поведения, с точки зрения психолога, если ребенок этот стереотип впитает, исключает в дальнейшем между полами отношения любви, уважения и супружества, заменяя их стереотипом сексуального партнерства. Сексуальное партнерство же, возвращаясь к началу нашего разговора, не предполагает создание семьи и продолжение рода. С точки зрения детских психологов, взрослые стереотипы поведения, в частности эротику, в детских мультиках показывать нельзя. Это раньше времени растормаживает в ребенке сферу влечений, к чему функционально и морально и физически ребенок еще не готов. Эти переживания не будут иметь нормального выхода и искалечат психику ребенка. В будущем это вылезет в сексуальные проблемы, трудности с созданием семьи и продолжением рода. Эти мультики провоцируют в детях интерес, который должен еще долго и крепко спать. Стало быть, за физическое растление наших детей отвечают педофилы, а за моральные – западные мультики. Как утверждают все те же детские психологи, для нормального развития ребенка, в период первого интереса к противоположному полу, ему необходима сказка, загадка, тайна. Только через романтику и робость перед противоположным полом мальчик может стать настоящим мужчиной. Только скромная, целомудренная и стыдливая девушка способна привлекать к себе настоящих мужчин, а не уродов из мультиков, которыми сегодня кишат города. Детская стыдливость и стеснительность – это непременные условия для создания семьи и продолжения рода в будущем. Проблема настолько серьезна, наши дети подвергаются такой массированной бомбардировке недетскими образами, что возникло массовое явление, которое психологи назвали романтическим голодом у детей. Им нужна царевна из детской мечты, а им подсовывают несвежую бабищу. Им нужна романтика, любовь и мечта, а на них выливают сексуальные нечистоты. «Белоснежка» и «Семгнона», «Золушка». Я смотрела мультфильм «Белоснежка», «Алиса в стране чудес» и… «Винни-Пух», «Красную шапочку». «Спящая красавица», «Красавица и чудовище». Я все смотрю, которые по телевизору идут, но иногда пропускаю. «Джим Баттон», «Джерри». «Проект Зета», «Бэтмен», «Джим Баттон». «Иностранные» – они хорошо нарисованы. «Масяни», «Симпсоны», «Винни-Пух», «Шрек», «Симпсоны», «Аленький цветочек». «Спирит» или «Шрек», «Лила и Стич». Не советский больше, по душе. Самый главный, самый священный, самый важный для ребенка образ женщины в сказках всех народов мира – это образ матери. Когда мы стали разыскивать его в американских мультфильмах, то натолкнулись на нечто потрясающее. Мама, материнство, поэзия материнства в традиционном виде показана только в мультиках про животных, таких как «Король лев», «Книга джунглей», «Дамбо 101 долматин». Трогательные, сентиментальные и очень добрые сцены материнской заботы к медвежатам, щенкам, слонятам и другим детенышам. А вот когда дело дошло до мультиков про людей или тех, где животные играют людей, впрочем, судите сами, вы испытаете, как говорится, истинное отвращение. Вот, например, «Утка-мать» от метро «Голденмайер». Совершенно опустившиеся маргинальные создания, которые демонстрируют свое нижнее белье мужу, в жизни так выглядят и ведут себя алкоголички. Ее голос, манеры, жесты нематеринские. Даже своего ребенка она держит, как стакан. Ее поза не обороняет ребенка. Легко сравнить то, что мы видим, с нашей серой шейкой. И там, и там образ матери. Но у маленьких зрителей они формируют диаметрально противоположные отношения к своим собственным мамам. Вообще, в американских мультфильмах мы не встретили ни одной матери человека, которая была бы молодой, полной сил, красивой, вызывающей у маленьких зрительниц желание подражать. Все они отталкивающие. Взять хотя бы эти персонажи из мультика «Гуфи и его команда». Немолодые, некрасивые, апатичные, заторможенные, с уродливыми фигурами. И еще один распространенный прием, когда мать нарисована в виде вполне благообразной, но старой женщины. В наших мультиках такими рисуют бабушки. А сейчас мы покажем вам то, что называется 25-м кадром. Зрительный образ, который появляется на экране на очень короткое время, и сознание не успевает оценить его критически. Такие образы, как правило, записываются прямо в подсознание, как гипнотическое внушение. Мультфильм «Красавица и чудовище». Вы что-нибудь поняли? Тогда давайте смотреть по кадрам. Немолодая, некрасивая женщина с чертами, искаженными раздражением и ненавистью. А на руках у нее сразу не разберешь, то ли поросята, то ли человеческие младенца. Более отвратительный и неприглядный образ матери невозможно себе представить, потому что он совмещен с внешностью разъяренной свиноматки. Верующий человек сказал бы, что это инфернальная пародия на богоматерь. А на заднем плане, над всем этим и выше всего этого видна прекрасная героиня. Эта метафора воспитывает у девочек отвращение к материнству вообще и к многодетному в особенности. «Либо ты хочешь стать такой же уродливой, старой и бедной, тогда будь матерью, либо вечно молодой и красивой, тогда не рожай». Девочкам как бы предлагают выбор, который на самом деле выбором не является, потому что решение насильственно, замаскированно вкладывается в подсознание. Образы женщины – это образы жены и матери будущей. И именно так они должны запечатлеваться в памяти и не только в сознании, но и в подсознании ребенка, как мальчика, так и девочки. Для девочки это образец для подражания, а для мальчика это образец, который он в будущем должен выбрать. Разве может такая женщина возбуждать что-то, кроме грубого влечения? Я повторяю, в лучшем случае. А в худшем случае она вызывает только омерзение и к женскому полу, и к семье, и к жизни вообще. Потому что если жизнь населена такими существами женского пола, то такая жизнь безрадостна, бесперспективна. Бесперспективна жизнь, в которой женщина не продолжает род. А мне наплевать, что будет послезавтра. Детям нравится смотреть мультфильм. Но родители по опыту знают, не все, что нравится детям, им полезно. Например, в раннем детстве им нравилось совать пальцы в розетку, трогать огонь, совать в рот иголки. От всего этого вы своих детей уберегли. Так почему же миллионы россиян спокойно смотрят на то, как их детей калечат мультфильмы? Ведь ребенок имеет право на детство или нет?